То, что произошло с Иваном Голуновым, лишает нас последних надежд на законность, на справедливость. Надежд на то, что ничего подобного не произойдет с нами, с другими журналистами. Современная Россия стала нормой фальсификация уголовных дел, фальсификация улик, побои и пытки. Я уверена, что Иван не имеет никакого отношения к тем наркотикам, которые ему подбросили. Журналисты во всем мире сталкиваются с несправедливостью. Я очень надеюсь, что та несправедливость, с которой сталкивался Иван, будет устранена. Это не просто очередное наступление на свободу слова и на журналистов, но это сигнал каждому из нас. Любой может быть арестован. И мириться с этим нельзя. Я выступаю в поддержку Ивана Голунова и считаю, что он должен быть немедленно освобожден. Ивана Голунова жизненно важно освободить не только для него самого, его близких, его друзей и коллег. Его жизненно важно освободить для всего общества и всей страны и всех нас. Потому что если храбрость будет и дальше караться, а подлость поощряться, то будущего нет ни у кого из нас, независимо от взглядов и убеждений. Я поддерживаю Ивану Голунова, выдающегося журналиста, расследователя, человека, с которым я много лет работала. И знаю его как принципиальнейшего, честнейшего человека. Свободу Ивана Голунова. Арест Ивана Голунова – это плевок в лицо всех журналистов в России. Я не желаю, чтобы мне плевали в лицо. И более того, я требую, чтобы этих людей, которые полагают, что на них нет правды, чтобы с ними разобрались. То, что произошло с Ваней – это такое типичное проявление лжи. Вот этой раковой опухоли в терминальной стадии в России. Я очень сильно надеюсь на то, что как-то эта ситуация разрешится. Место Ивана Голунова на свободе. Место тех, кто заказал и осуществил эту провокацию – в тюрьме. Точка. Их его другого распределения мест в этой истории не может быть. Должностные лица, я не буду говорить люди, должностные лица, которые сделали это, которые сделали подлуг, которые сделали обыск беспонятых, которые вот это все сделали, они должны быть посажены в тюрьму. Все это циничный беспредел, которому можно противопоставить только солидарность. Солидарность людей, протестующих против этого и не желающих жить в такой стране. Не на секунду я не сомневаюсь, что это дело подстроено. Мне не нужно никаких доказательств. Я знаю то, что он писал, и я знаю, как действует наша власть. Наша задача – вырвать человека из их рук. Расскажите всю историю. Расскажите, как следователь пришел к мысли, что дома у журналистов, занимающегося расследованиями коррупции, нужно провести обыск и поискать наркотики. Покажите показания свидетелей. Покажите видео задержания. Покажите видео допроса. Проверьте это все на соответствие закону о полиции. И если человек действительно невиновен, накажите всех тех, по вине которых он оказался в этой паскудной ситуации. Надо сделать все возможное, чтобы этот беспредел прекратился. Я хочу жить в стране, где нет страха. Я не хочу бояться. Иван Голунов должен быть на свободе. Свободу Ивану Голунову. Свободу Ивану Голунову. Свободу Ивану Голунову. Свободу Ивану Голунову. Леса, синего неба и речки в рассветах. Группа ДДТ Юрий Шевчук. Свободу Ивану Голунову. 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 Свободу Ивану Голунову.